Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» постоянно расширяет свои горизонты. Фестиваль начал свою историю еще в 2002 году и с тех пор вышел далеко за пределы родной Челябинской области. А в этом году командам из Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Республики Башкортостан присоединились коллективы из Татарстана и Оренбургской области. Главное нововведение это то, что мы в этом году существенно увеличили число команд-участниц и городов, которые принимают участие в нашем проекте. В 2018 году «Метрошка» проходит в шести регионах России и в ней принимает участие около четырех тысяч детей. Наверное, это главное новшество «Метрошки» в этом году. В этом году в Полевской «Метрошке» приняли участие 16 коллективов, по 8 в младшей и старшей возрастных группах. В каждой группе команды были разбиты на два квартета. Сборные, занявшие два первых места в своей группе, продолжали борьбу за призовые места. Коллективы, ставшие третьей и четвертой, боролись лишь за места с пятого по восьмое. Ребятам действительно есть за что бороться, потому что призы достойные. Это не только кубки, медали, но и выход в главный турнир «Суперкубок» в Челябинске в сентябре. Две лучшие команды, младшая и старшая группа Полевского отправятся на наш финальный турнир «Суперкубок-2018». И там уже смогут побороться 48 командами из других городов, регионов России. И, наверное, показать свое мастерство. Ну а если повезет, и ребята смогут выиграть, то отправятся в гости к питерскому «Зениту», получат комплекты профессиональной футбольной экипировки. Поэтому действительно есть к чему стремиться. Отметим, что на турнир заявились не только команды мальчиков, но и сборные, укомплектованные из девчонок, которые обожают играть в футбол. Две команды у нас одна по старшему возрасту, это 0,5-6 год, и по младшему 0,7-0,8 год. Они играют с мальчиками, да? Да, девочки играют с мальчиками. Ну, конечно, мы не могли определить, тем более они будут маленьким украшением нашего турнира. Все ребята в отличном настроении и с позитивным настроем выходили на свои матчи. Демонстрировали все свое умение и футбольное мастерство. Радовали зрителей красивыми финтами и разнообразными голами. Плюс сегодня, наверное, отличная погода, и метрошка принесла тепло и солнце в ваш город. Поэтому я думаю, что фестиваль пройдет на хорошей ноте, и ребята и родители останутся довольны. В итоге напряженных баталий в младшей группе первое место заняла команда «Энергия», представлявшая Косли Челябинской области. На втором месте Альфа Чкаловский из Екатеринбурга. Почетная бронза у Полевского Альскома, ведомого тренером Алексеем Абрамовым. Лучшими игроками признаны вратарь Данил Давлетов, защитник Андрей Шуматов, нападающий Алексей Ставицкий и игрок Никита Орещук. В старшей возрастной группе весь пьедестал заняли полевские команды. Первое место «Юность» тренер Владимир Разводовский, второе место «Звезда» тренер Виктор Теткин и третье место «Эверест-06» тренер Сергей Яськов. Лучшие игроки старшей группы вратарь Артем Петухов, защитник Матвей Замараев, нападающий Платон Попов и игрок Семен Злобин. В Кубке «Метрошка» в Челябинске Полевской будет представлять только одна команда «Юность».